Мои дорогие, привет! Привет, привет! Посмотрите, какая у меня красота! Какая красота! Как в моём доме давно не было живых цветов! Я у мамы нарвала в огороде. Мама приехала. Я от мамы только что вернулась от мамы, разложила пакеты. Посмотрите, как много лилий! Как много лилий! Какая красота! Какие граммофоны! Обалдеть! Обалдеть просто! А ещё, смотрите, вот ещё какие! Гладиолусы! Какой цвет красивый! Пионы! Вот это вот тоже я сама всё составила! Блин, как мне вот это вот нравится! Очень! Столько положительных эмоций, столько положительных впечатлений! На удивление, что я с мамой сегодня даже не поругалась! Даже не поругалась! Представляете, я домой зашла, такая думала про себя, что пахнет? Под чем пахнет? Думаю, какой-то канализацией! И вы что думаете? Я в руках принесла сама эту канализацию! Это же у лилий-то аромат вообще сногсшибательный! Пахнет-то ведь каким-то говном! Ой, вообще, ну невозможно! Короче, кто знает, как пахнут лилии? Вот! У меня дома вот это вот всё... запах невозможный! Я его поставила рядом с балконом! А-а-а! Это вообще... Это жесть! Это жесть! Я такая залезла под раковину, такая смотрю, мусора нет, там смотрю, там ничего не протекло, в пассу, это, как сказать, раковина, смотрю, ничего не думаю, мало ли, может, какой-нибудь кусок мяса в сковороде остался, протухнет сковорода чистая! Это вот я приготовила, сейчас в посудомойку буду ставить! Не хочу ничего, не хочу ничего мыть! Нахуй мне тогда посудомойка нужна, если... если вот это вот... Вообще, я так устала! С мамой пообщались, мама немного приболела, но уже лучше! Представляете, мама сказала, какой... какой хороший рецепт от больного горла! Минералка и молоко! теплая! Вы представляете, мама говорит, очень помогает, очень помогает! Она говорит, меня буквально это вот с ногу это поставила на ноги, минералка и молоко, вы представляете, подогреваешь и пьешь! Мое здоровье! Ваше здоровье! Слушайте, вот хороший день! Вот правда, вот хороший день! Вот время сейчас 10-й час, а я привезла... Я же у мамы... Представляете, к маме приехала, и мама, естественно, пошла сразу же в огород. Снимать я не стала, мама уставшая, ходит в фуфайки, ну, потому что, чтобы не продувало, я пошла в огород, пока с мамой стояла, я вот в этом прям платье, в котором была на работе, полола, ногти грязнёхоньки, потом пошла собирать зелень себе, петрушку, зелень, вот это вот всё, огурцы, помидоры, смотрите. Домой приехала, давай всё перебирать, надо, кстати, вот поставить фарш, жариться. Домой приехала, давай всё перебирать, давай всё раскладывать. А ещё у меня, мне Елена Владимировна, Алёхина мама, выслала подарки. Шмотки из Турции. Сейчас покажу. Та тоже сходила, она говорит, Инна, в Вайкике там вот, там распродажа, 49 лир стоит, 49 лир, что-то 39 лир стоит. Она не понимает, что я вот эти все вещи могу купить и за там, за 50, за 60 рублей. мне Лёха пакет целый перебрал. Я на работе, на работе смотрела, сейчас, короче, покажу. На работе смотрела, девчонкам показывала. Так, смотрите. Ну, там, это же, как сказать, H&M-то, это же из Турции. Она там поистеклялю. она в Стамбул ездила, шопится, в Стамбул. Штанишки такие у меня. Резиночки вот здесь вот. Ну, типа, как восточная красавица. Я, представляете, вот человек, она меня, как сказать, в принципе, она меня давно не видела, кстати. Она не видела, мне, наверное, месяца три. Ну, мы с ней разговаривали по видеосвязям. И вот как человек, да, она не моя мама, она купила мне все, все подошло. Вообще все. Все подошло идеально. Штаны идеально. Все идеально. Штаны такие классные. Сейчас хорошо покажу. Потом она купила мне два одинаковых платья. Это она мне в Вайкике купила. Она говорит, 39 лир. Инна, это же, говорит, копейки. Она говорит, а тебе как хорошо. Я, говорит, посмотрела твое видео, как тебе на грудке. Ну, они действительно. Они, хоть и из тонкого крикотажа, но то, что оно не в облипку, смотрится вообще охуительно просто. Вот такого вот кораллового цвета и точно такое же. Так, блядь, моя же уже волосина. Пока это, у мамы, смотрите, да, как красивый. Владис. И вот точно такое же платье. Белое. Ценники везде срезала. Везде. Вот они практически, они аналогичные. Она говорит, Инна, я не могла пройти. Она говорит, у меня нет дочери. Говорит, я вижу такие скидки. Та тоже такая барахольщица. Вот. Ну, это, блядь. Она говорит, я купила себе, и она говорит, мне не по возрасту. Вот это вот дорогая, она в дорогом магазине купила. Ладно, я тебе отдам. Я говорю, хорошо, Елена Владимировна, давайте, давайте. Какая-то фирма? 95% вискоза. Ну, вот это вот, вот это вот очень красиво. Но это не кожа, как сказать, такой типа атлас. Вот это клёво. Можно с ледницами, можно с брючками. Это не платье, это туника, очень коротенькое. Потом она, она говорит, очень хотела сделать тебе приятное. Представляете? Я вот такую тему, это в Вайкике она купила, буду мукбанги снимать. Представляете, какая веселая? И она с едой. Представляете, какая клёвая? Вот это и так рада. А вот это такой материал, типа как лосины. Качество турецкое, турецкий телекатаж, он же классного качества. Я говорю, зачем вы мне столько набрали? У меня некуда складывать. Она говорит, я видела, ты освободила место. Вот такое платье. Вот это тоже платье она купила себе. А я посмотрела, оно на мне очень хорошо, очень. И вот это вот, так сказать, вот эта вот пёстрая расцветка, она вообще не портит. Понимаете? Она просто не портит платье. Вот на каблуках я мерила, мне Лёха в обед привёз это. Я мерила на работе, на каблуках, на босоножках, очень хорошо. Если это не балетки, если это каблук, потрясающе смотрится. Так, и ещё совсем чуть-чуть. вот такое вот платье. Тоже грудку держит. Вот это вот без лифчика запросто, потому что здесь двойной слой. Как сказать? Здесь это на резиночке. И вот такое вот платье из такого вот вообще классного, струящегося. Тоже оно не в обтяжку. Прямо знаете, вот вечерний выход. Вот такое вот платье. И ещё вот такое вот. Так тоже подозреваю, что она себе это купила. Она вот любит вот такого плана вещи. У неё очень много таких вещей вот такого плана. Ну, даже вот вечерний выход, как эта блуза. Мы с Маринкой смотрели в обед. Блин, ну классно. Ну классно, просто мы... Она мне привезла в тысячи пакетов. Они все такие вот смятые, друг на дружке, друг на дружке. Ну вот люди всю жизнь живут, так сказать, всю жизнь живут на две страны. И вот она вот всё ещё не научилась паковать вещи. Я могу пересечь границу вот с такой вот ручной кладью и жить там месяц. У меня будет всё. У меня много вещей трикотажных, как правило, они трикотажные. И они место-то не занимают. я так сложу всё одно к одно, так напрессую, что на меня сумка и в калибратор влезет, и куда. А она как это везла, я не знаю. Из пакетов, из пакетов, из пакетов Лёха доставал. Они все в смятку. Я говорю, всё, представляете, да, вот мама испекла котлетки. Ровнёхонькие, красивёхонькие. Хороша хозяйка, у меня даже вилки ни одной нет и чистой. Вот вилки даже ни одной нет. Чтобы вот взять котлету, возьмём-ка я её так руками. У меня Елисей поёт, у Танькин муж, до дома. Арсений остался у бабушки. Танька с Елисеем сразу же домой. Собрали вещи. Кстати, мама у меня будет ещё сегодня. Ночь начнёт. Завтра ночь начнёт. Только послезавтра уедет. Перед сменок, между сменами. Так, охота, сигаретку нету, блядь. Просто нету. думаю, всё равно... А, кстати, померить платье сарфа. Вот видели моё? платье сарфа. Сейчас покажу. Платье сарфа. Я прям так устала, но устала, у меня такая приятная усталость. приятная. Очень хорошо. Вот это вот надо... Думаю, надо постирать, померить, что ли. Померю, наверное, сейчас. Какую померить? Вот это вот чёрную померю. Это вкус Елены Владимировны. Сейчас, я? Сейчас. Вот. Ну, короче, вот, естественно, с голуби-то, с голуби-то ногами, я же не буду ходить в нём, как в платье. И даже с плотными колготками не буду. Посмотрите, вот такие рукава. Посмотрите, да? Вот рукав. Блин, никакого освещения дома. Как вот вам, как показывать? Ну, короче, мы днём, у нас же на работе-то примерочная есть. Я Маринке мерил, она говорит, офигеть, ушла на обед с телефоном с одним в руках. Вернулась. Вот такая. Вот сейчас ещё чёрную одну померю. Ну, а тут-то она, тут-то она, ну, тут-то она в облипку, как сказать, в облипку, на жопу закрывает. Сейчас сырую померю чёрную. Вот. 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 Так, как бы это посмотреть? У неё-то, у неё грудь маленькая, и она мерила видать её на себя. И вот тут-то мне, а у меня раз грудь есть, есть, ого-го какая, и тут-то у неё, это, как сказать, рукам-то, она говорит, ой, у тебя тут, мы, смотри, по телефону с ней разговаривали, у тебя, говорит, тут-то это, впилось в тебя. Я говорю, ничего не впилось, говорю, будет всё хорошо. И вот такая вот. Красивая же, да? Очень красивая, очень красивая. Такая тайничка. Хоть куда. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Может, белое, может, белое померить? Ну-ка, сейчас я, секунду. Короче, в вечернем свете и в нашей, и в нашей полосе это выглядит неприлично. Это выглядит, как ночнушка. А на самом деле, оно загорелое тело и в Турции. И я такая хожу, я такая загораю. Короче, так, я выгляжу, как в полотенце. Мне кажется, я в полотенце приличнее, да, выгляжу. Ну, короче, что есть, то есть. Ну, блин, я хотела как-то приличнее выглядеть. Не получилось скромности, блядь, никакой. Сейчас еще померю вот это вот с хот-догами. Не с хот-догами, а с этими. С едой, короче, тунику. Ну, вот, короче, вот это с хот-догами, вот так. Да почему я говорю с хот-догами? Ведь я есть не хочу. И вот такая еще. Вот прямо, знаете, мало надо для счастья. Мало. Какие-то стареньки выслали мне. Ну, как я вот просто, я просто вот офигеваю. Она считает, что она купила это очень дешево, там, знаете, вот за 50, за 40, за 30 лир. Она считает это. Ну, доллар стоит, где-то, ой, лира стоит где-то 17-18 рублей. Зачем? Зачем я это все могла купить в секонд-хенде? Вот все вот эти вот вещи. Ну, короче, я, в принципе, я довольна. Меня опять не обошло дело без подарков. Про меня помнят, меня любят. Вот это вот, знаете, на такую погоду, она раз, не натуральный материал. Вот, допустим, когда 16-17 градусов, самое то, самое то без дождя. Та-дам, та-дам. Ну, это естественно, не платье. Естественно. Ну-ка, на жопе-то как-то. Вот. Ну, короче, я довольна. Я довольна, а еще и довольна цветочком. Как я составила все композиции. Смотрите, какие пионы, да? Какие сочные пионы. Вы только гляньте. А какие гладиолусы. А какие лилии, блядь, с ужасным запахом. А какие, а какие. И мне надо еще налить бокал вина. Я сейчас буду, я сейчас буду загружать машинку, пожарю фарш. Блин, чуть-чуть бокал не упал. Я пошла в душ. У меня столько всего не сделано. Там, знаете, я, оказывается, назвала неправильно сорт винограда. Я говорила, сапивари, а он сапирави. Ой, да прошу прощения, мои филологи, мои лингвисты. Прошу прощения, они все такие умные. Ведь мне тоже есть чему поучиться. Вообще, если честно, я знала, что сапирави. Ну, как-то мне удобнее говорить сапивари. Ну, как-то я не знаю. Если честно, я знаю, что виноград называется сапирави. Знаю, знаю. Ваше здоровье, мои дорогие. Ваше здоровье. У меня дома есть много зелени. Мама говорит, иди рви, в первую очередь положи в машину. В первую очередь. И вообще, так я говорю, смотрите, сколько у меня петрушки. Сейчас покажу. аромат. Ее просто очень много. Очень много. И я в мусорных пакетах и это, как сказать, и листья салата я тоже набрала и обобрала их. Видите, да, салат такой темный. Не зеленый, а темный. О, я буду есть, я буду делать салаты, я буду делать, эм, буду делать все. Я буду есть витамины. Мама говорит, ешь витамины. А, мне еще, знаете, маму что-то дала? сметана домашняя. Там она возле лагеря ходила в деревню и там, ну, короче, сливки, сметану покупала. А еще мама привезла из лагеря вот такую вот огромную кастрюлю черничного варенья. Мама каждый вечер ходила за вареньем, ой, как сказать, за ягодой. Собирала ее, естественно, как бы, делала огромное, эмалированное. Мама будет завтра, она говорит, я говорю, я говорю, варенье. Она говорит, представляешь, это же я все по ягодке, по ягодке. А черника, она же, она же очень полезная ягода. И вот такая вот кастрюля. Там, наверное, там 15 литров, там 15 литров черничного варенья. Мама говорит, завтра буду раскладывать по банкам, буду банки мыть, у меня мама завтра будет целый день дома. Она говорит, бога молю, чтобы не было дождя, бога молю. Мне, говорит, нужно идти в огород, мне нужно то, мне нужно сё. А Рассюша остался? Ну, как домой племянник. Таня с Элисеем уедут домой просто, они соскучились по дому, они скучают по дому, это же вообще. Так, 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 так. Вот я даже огурчики перебирала. Огурчики, помидорчики, потому что мне всё в пакетах отдали. А вот эти вот вёдра, вот эти вёдра, они были у меня. я же с работы-то поехала к маме, я же с работы поехала не домой, я же поехала к маме. Поглядый курильщик, пепельницу сюда же. Ничего не хочу мыть. В конце концов, вот эта вот фигня для чего. А-а-а! Как я не люблю её, как я не люблю её собирать, она же огромная. Счастная её. Просто вот ставить её на мойку, эту машинку, это вообще. Давай, сукни, ещё раз. Вот что-то я пущу, они же держатся. поставлю на ночной режим, на ночную мойку, потому что, чтобы экономить электроэнергию. Так, приборы. Приборы, приборы, приборы. Вот мне ещё нечего делать, как это. как мыть посуду. Ага, сейчас угадали. Побольше наступлю порошка. У меня, кстати, сода заканчивается. Вот у меня остатки соды, которые были в коробке. Надо пойти соды купить. Это, ну, этот кондиционер, как он называется, финиш, блядь. Короче, я пошла в душ, я ставлю, я, я дозагружаю её. Надо, чтобы мне набить вот сюда вот. Дозагружаю машинку и, 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 так, 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 и иду. Фух. Пошла в душ? Пошла куда? Пошла везде. Надо голову мыть, надо то, надо сё. Безделица, а им надо ещё фарш пожарить. Завтра Настя на смену, Настя не будет со мной есть. А я, наверное, пойду на обед к Женьке. Имбиря мало осталось. Контейнер от имбиря выложила, выложила из контейнера. Всё. Да ни хера не сделается. Фух. Ну, блядь, ну не на три же часа ставить. Чё, вообще, что ли? Чё, вообще ку-ку? Вот, на авто поставлю. Вымоется раньше, закончится раньше. Всё. Мои энергии, всё. Вы посмотрите, да? И я хвасталась, да хвасталась, и все вещи бросила. Вот такая вот я неряха. Вообще, блядь, ну чё я хочу делать? Вообще. И подарков-то у меня много, и цветы дома есть. Ну и что, что подарил мне мужчина? Ну и что? Зато вырастила мама. Это гораздо круче. Гораздо. Я сама их сорвала. Аромата такого вот дивного от пионов нет. Вообще, если честно, я лимонные пионы вообще впервые вижу. А лилии, да чё хорошие. Лилии. Какое настроение хорошее. Мои дорогие, всем позитива, всем добра. Я в душ. Я раскладываю дальше вещи. Я буду сейчас жарить фарш. Ну, просто со специями на сковороде. И пошла купаться. Вы знаете, у меня вот как день... Я вот правильно, вот я правильно сказала. Как день начался, так он и закончился. Замечательно. Вообще, ну просто вот меня эмоции переполняют. Весь день прошёл... Господи, спасибо большое. Весь день прошёл хорошо. Господи, пожалуйста, пускай завтра будет такой же день. Кстати, телефон не купила. Мне некогда. Мне некогда в обед. Ну, ладно. Короче, ладно. Я в обед тоже так... Не просто так провела время. Мне так-то подарки... Мне так-то подарки отдали. Ну, может быть, завтра дай. А, кстати, кстати, кстати. Вы представляете? Я же накопила... Вот помните, я говорила про наклейки? Вот у меня 4 наклейки осталось. Пойду сковородки покупать в магните. Угу. Вот смотрите, 40 наклеек у меня уже есть. Ну, минус 4,36 у меня есть. По акции 599 рублей. Вот эту вот сковороду возьму. Эту квадратную. Мне там уже писали в комментариях, что классные сковороды. Я буду охотиться за сковородками. Буду шапоголиком. А потом стану хорошей хозяйкой. Если у меня будет хорошая посуда, будут хорошие сковороды, я буду жарить. Хорошие котлеты. Вот так вот. Хорошие котлеты. Ну, всё. Люблю, целую. Всем хорошего вечера.